Турнир по кроссфиту и перетягиванию каната объединил около 100 атлетов со всей республики, готовых показать свою выносливость, мощь, баланс и точность. После предварительного взвешивания и жеребьевки начинается основной этап соревнований на Кубок главы. Поздравить атлетов и зачитать приветственный адрес от Махмуда Али Калематова приехал первый заместитель председателя правительства Магомед Явлоев. Настоящим атлетам не помеха даже 40-градусная жара. Отжимания и бег, поднятие гири и штанги, берпи выложатся по полной, сделав множество подходов. А за тем, чтобы все проходило честно, следят судьи и мандатная комиссия. Для каждого из них соревнования – это проверка на выносливость, а еще возможность доказать самим себе, что они достойны победы. Участвуют как профессиональные спортсмены, так и любители. Мне нравятся все спортивные мероприятия, такие мероприятия. Тем более мне нравится участвовать в такой спортивный интерес. Сейчас буду в двух дисциплинах участвовать по кросс-фиту и командные у нас будут по перетягиванию каната. Я всегда тренируюсь, я спортсмен, и поэтому не проблема, я думаю. Как обычно занимаюсь в штатном режиме, я сам пауэрлифтер выступающий. Так, меня пригласил и мой друг Газикова, Аслан. Республиканский чемпионат по таким видам спорта в регионе проводится впервые. Участники и зрители довольны и отмечают, необходимо чаще собирать ингушских атлетов, помериться с силами. Это развитие спорта, духа, духа, силы, воли для молодежи, конечно же, в первую очередь. Мы должны все внимание уделять детям, спорту, чтобы они у нас были активно развиты во всех сперах. Это очень крупное, хорошее мероприятие. Огромное спасибо организатору. Сегодня по приглашению ребят приехал сюда, в Молгобег, на стадион. Он 14 лет не был в республике. Маша была очень удивлен, что развивается республика, такие мероприятия производит. Для нас, для народа это очень хорошо. Для Лендели будем дальше развиваться и проводить такие мероприятия во благо нашего народа. Республиканский турнир по кроссфиту и перетягиванию каната приурочили к столетию образования ингушской государственности. Победители получают главную награду в состязании – Кубок главы и право представлять ингушетию на Кавказских играх. Будут отбираться где-то 8, до 10 человек. И будут состязания силачей, тоже будут участвовать на Кавказских играх, тоже где-то 10 человек. Подводить итоги пока рано, но крылатое выражение – главное не победа, а участие – здесь не актуально. Это очевидно по настойчивости и отдаче силачей. Все настроены завоевать лидерство в своей весовой категории.